Приветствую вас, если ситуация повторяется, то есть, если у вас, вот, не везёт с работой, да, а деньги у вас не вводятся, пишите вы, кстати, это такое несколько оценочное субъективное суждение, да, не вводятся деньги, и что это значит, то есть, что у вас вообще никогда нет денег, или что не набирается какая-то сумма определённая, вот, то есть, может быть, потому и не вводятся деньги, что вы не считаете, что те деньги, что у вас есть, как бы этого достаточно, вот, вполне вероятно, что вы здесь ориентируетесь на какой-то талон, который является в данном случае недостижимым или слишком важным для вас, что создаёт сверхмотивацию, которая мешает вам достичь своей цели, вот. А если сценарий повторяется, да, то есть, вот, если ситуация повторяется, то, соответственно, имеет место быть сценарий, такой, жизненный сценарий, и у вас жизненный сценарий, это запрет на успех, который, в принципе, ну, мог быть заложен либо родителями, либо какими-либо значимыми фигурами, вот, либо вы случайно где-то в нужный, в кавычках, момент, услышали что-то, и вот, собственно, теперь это вас преследует. Понятно, что сценарий можно поменять и подкорректировать, но для этого нужна работа, в частности, по анализу вашего жизненного пути, в частности, по завершению гестальта того момента, который с вами произошёл, который подслужил поворотной точкой о вашей жизни, что вы теперь, вот, значит, имеете проблемы с работой и деньгами, и, соответственно, после этого можно будет уже как-то корректировать, да, заниматься психокоррекцией. Вот, значит, если вы пишете, что при попытке продать что-либо не получается это сделать, значит, соответственно, вы неправильно себя репрезентуете, то есть, не поддаёте себя так, как бы то вы достойны, люди чувствуют неверенности вашу, и, соответственно, не хотят иметь своими делами. Неверенность себе – это непринятие от себя, а отрывание каких-то своих черт, и, соответственно, из-за этого, ну, не совсем здоровое, полноценное поведение. Вот, что касается с работы, то здесь, нужно обязательно понимать, какое место она занимает в вашей жизни, какое значение вы вкладываете в работу, и насколько работа соответствует вашим способностям, ценностям, значит, навыкам, целям и мировоззрению. Вот. Дело в том, что именно невести с работой может по разным абсолютно причинам, да, то есть, например, это могут быть причины, связанные и с самой деятельностью, и, например, взаимодействия с начальником, ну, с начальством, да, то есть, иерархические отношения, это могут быть проблемы в отношении с коллективом, да, то есть, вы не вливаетесь в коллектив. Так или иначе, все это нужно проанализировать, так или иначе, все это можно будет подкорректировать, и, так или иначе, все это исправляется, точнее, даже не исправляется, а, скажем так, адаптируется под ваше желание. То есть, вот, основная проблема, это то, что вы и ваши потребности, ваше желание, они не реализуются через то, что вы делаете, потому что есть запрет. Вот. Соответственно, уберем запреты, вы сможете быть свободны. Ну, а, конечно, пройдя некий период адаптации, вот, вы сможете научиться этой свободой пользоваться так, как вам этого хочется. Вот. А, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете, значит, написать мне в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!